Итак, начнем. Еще раз представлюсь. Меня зовут Кирилл Кузнецов. Я заведую московским викторием Русского географического общества. Также провожу экскурсии для школьников и взрослых, и студентов по нашей штаб-квартире в Москве. Я многократно приходилось рассказывать об истории РГО, и каждый раз после этого рассказа я копаюсь в каких-то материалах, книгах, архивах, и что-то новое узнаю про общество, про его славную историю. Ну, как я уже сказал, постараюсь, чтобы лекция была достаточно сжатой и интересной. Как я понимаю, аудитория в основном 12-15 лет. Такие именно школьники, то есть средний и старший класс, и приходят обычно к нам на экскурсии. Так что будете, если в Москве, с радостью вам покажу штаб-квартиру РГО в Москве. Итак, начнем. Обществу, как уже вам было сказано, исполняется 175 лет в этом году. Это одно из старейших. Пожалуйста, примите Викторию. Да. Ирина, примите Викторию. Скажи, я жду. Она ждет. Я слышу, я сейчас найду ее, приму. Хорошо, к нам присоединилась Виктория. Это приятно. Итак, продолжаю. Русское географическое общество – одна из старейших организаций в России, но географические исследования России, конечно, начались задолго до ее образования, в середине 19 века. Те, кто изучал в школах историю и географию, историю географических исследований, безусловно, это знают. Коротко очень расскажу о том, как это проходило. Здесь вы видите некоторые известные имена – Семен Дежнев, Витус Берег, Чакан Валиханов и Иван Папанин. Если кто-то кого-то не знает, можно посмотреть в интернете, что это за люди. Чакан Валиханов очень интересный был человек, дружил с Михайловичем Достоевским. Итак, с середины 20 века мы начнем. Что происходило в этот период, в конце Средневековья? Как раз началось бурное изучение России, российской географии. С чем это было связано? Это было связано с освоением Сибири в 15-16 веках. Как раз началось с походов Федора Корпского, известного всем Ермака, которого называют покорителем Сибири, но он был далеко не единственным сибирским покорителем. Он был всего лишь одним из казаков, которого царское правительство посылало в Сибирь, и вовсе не для географических исследований, и не для завоевания этого необъятного края, а для сбора дани. Хотя вот сибиряки считались российскими жителями, гражданами российского государства, но они тем не менее платили дань. Царское правительство считало, что эти народы, живущие за Уралом, обладают такими несметными богатствами, как меха, тогда это очень ценилось прежде всего, шкурки пушных зверей, и, соответственно, этими самыми шкурками они должны платить дань, оброк. И за этой данью ежегодно посылались отряды казаков, которые не ограничивались сбором дани, а они попутно производили географические исследования и основывали поселения. Уже от них происходили маршруты. Вот тут вы видите карту исследований 15-16 веков примерно. Как вы видите, вот река Амур, контуры вам знакомы, разделяющие Россию и Китай, она и сейчас там. И, значит, река Иртыш к северу, вот, и здесь вот точками и линиями показаны маршруты отрядов русских казаков. Также Афанасий Никитин, всем известный, хождение за три моря, да, купец. Он также случайно оказался вовлечен в географические исследования, отправившись в Среднюю Азию, чтобы продать свой товар. Он был купцом, он там товар продать не смог, оказался в бедственном положении. И его коллега, другой купец, сказал ему, поезжай в Индию, там все очень дешево, закупишь, везешь в Россию и, соответственно, вернешь себе с Торицей все свои потери. Он так и сделал, правда, оказалось далеко не так все радужно, как описывал его товарищ. Но исследовал Индию много месяцев. Видите, вот тут также его маршрут на карте показан. Он под стрелками исследовал Индию, Аравийское море и вернулся потом в Крым и дальше в Россию. И написал известную всем книгу. Дальше. В 17 век исследования Сибири продолжались уже более интенсивно. Иван Москвитин, Охотское море, Михаил Стадулхин, Семен Дежнев, в честь которого назван известный пролив, возделяющий Евразию и Северную Америку. Василий Боярков и другие исследовали Северо-Восточную и Восточную Сибирь, Камчатку. И вот то, что вы видите на картах как раз. 17 век. Дальше. Герафей Хабаров, в честь которого назван город Хабаровск. Владимир Атласов. Первый уже такой по-настоящему серьезный исследователь Камчатки. Это еще были времена, я повторю, до основания РГО. Но могу одних не упомянуть, потому что это важнейшее исследование о географии России. Дальше. Петр Первый. Кстати говоря, презентация у меня на английском языке, но вы не обращайте внимания, потому что все основные данные я дублирую по-русски. К тому же я уверен, что многие из вас английские владеют. Итак, Петр Первый, он основал такую, почившую сейчас в Бозе, к сожалению, такое строение, как Сухарева башня. Это было, даже, может быть, не все из вас знают об этом, но те, кто в Москве был, и те, кто в Москве тем более жил, те знают Сухаревскую площадь. И вот именно там, в центре этой площади, стояла Сухарева башня. Это такой предвестник Московского университета, созданного позже Михаилом Ломоносовым. И именно там, в этой Сухаревой башне, на самом деле это была не просто башня, башня была сверху, а в нижней части располагались как раз учебные корпуса. Именно там была знаменитая навигацкая школа, основанная Петром Первым, и много других математических и географических школ. Именно оттуда вышла вот та замечательная плеяда географов, основавших русское географическое общество, о которых я скажу чуть позже. В общем, это был такой этап, можно сказать, основополагающий для последующего прорыва в российской географии. И заложил его Петр Первый. И еще он сделал второе важное дело, о котором вы, возможно, слышали. Для этого он пригласил ведущих заграничных специалистов. Поездив по Европе, по Голландии, по Англии, другим странам, он оттуда привез, кого-то привез, кого-то пригласил на службу российской короне. И эти люди, они с тех пор, многие из них, десятки, сотни людей, приехали в Россию, многие из них остались. В России приняли русские имена. Даже те, кто был Теодором, стали Федором и так далее. И они составили цвет русской науки, в том числе и географический. Тоже, значит, поэтому должны сказать спасибо Петру Первому. Степан Крашенинников, всем известный как главный исследователь Камчатки. Вот его экспедиция, также уже после Петровского времени, это начало-середина XVIII века, вторая Камчатская экспедиция, первая была лица Витуса Беринга. И видите, тут вся Россия, если вы присмотритесь в карте, она пронизана, весь север России пронизана такими красными линиями. Это все маршруты Великой Северной экспедиции, часть которой составляла Камчатская экспедиция Крашенинникова. Эта экспедиция, Великая Северная экспедиция, проходила вот в эти годы, в 1732-м, в 1743-м годах. Итак, уже приближаемся к основанию РГО. Иван Федорович Крузенштерн, 1830-1806 годы, первое кругосветное путешествие для России. Это как раз был один из тех немцев, кто, он приходил из прибалтийских немцев, а немцев как раз очень много приехало в Россию при Петре I. Вот он принял тоже, был Иоганн Крузенштерн, стал Иван Федорович Крузенштерн, принял русское имя и отчество, и даже фамилия, как вы видите, те, кто знает немецкий язык, пишется не по немецки, а по транскрипции передается. Он совершил первую русскую кругосветку. Фадей Фадеевич Белинсгауз, Михаил Петрович Лазарев, еще двое знаменитых русских мореплавателей, они совершили открытие Антарктиды, 200-летие которого мы отмечали буквально недавно, в январе этого года, в 1820 году. Итак, два такие важнейших события. Первая кругосветка для России и открытие целого материка Антарктиды. И все эти трое людей, Крузенштерн, Белинсгаузен, Лазарев, самым прямым образом связаны с основанием русского географического общества. Потому что Иван Федорович Крузенштерн в 1845 году стал одним из членов учредителей общества, уже будучи преклонным возрасте. Белинсгаузен и Лазарев стали почетными его членами. Тоже находясь уже в годах, в летах. Итак, первым, по сути, руководителем общества стал Федор Петрович Литке, еще один немец из остзейских, то есть прибалтийских немцев, который известен своими исследованиями Северного Ледовитого океана, как его тогда называли, море в то время, в начале XIX века. А вот в 1845 году он фактически возглавил общество. Номинально во главе общества стал великий князь Константин Николаевич, сын Николая I, но фактически возглавил как раз Федор Лит. Федор Фердинанд Врангель, еще один немец прибалтийский, еще один член-учредитель РГО. Он совершил одну из первых русских кругосоветов уже после Фрузенштерна и после Дринсгаузена и Лазарева. Также друг и коллега Федора Литке. Вот тут вы видите портреты как раз наших членов-учредителей. Первый председатель великий князь Константин Николаевич, сын Николая I. Николай I правил страной 30 лет с 1825 по 1555 годы. При нем Российская империя, так она называлась со времен Петра I, первого русского императора. Так вот, при Николае I Российская империя достигла максимальных размеров. Она простиралась больше, чем на половину мира. в широтном направлении. От середины Европы включала в себя все страны Балтии нынешние, Финляндию, Польшу, Бессарабию, то есть часть Румынии, Молдавию, Украину, естественно, значительную часть Восточной Европы. И на западе, это на западе, на востоке, она не кончалась там, где сейчас, то есть на Тихом океане, а шла за Тихий океан и занимала эта страна, наша Российская империя, часть американского континента, такую полоску земли, штат Аляска почти целиком, и полоску земли на западе США нынешних, то, что называлось Русская Америка, со столицей Форте Рос. Кстати говоря, забегая вперед, сейчас один из проектов нашего, нашего русского географического общества, это возрождение Форте Рос, мы тесно сотрудничаем с Америкой, как ни странно, в это время, когда связи с Америкой достаточно слабые, но в этом отношении нет, мы тесно с ними работаем, по восстановлению того, что осталось от русских поселений, стоят туда, ездят наши делегации, археологи, историки, культурологи, и пытаются восстановить все эти деревянные сооружения, там много что осталось, и церкви остались, и даже кое-какие люди, кто еще не забыл русский язык XIX века, там до сих пор живут, особенно на Аляске их много. Вот то, что сейчас представляет из себя наша страна, как я уже сказал, раньше она была вот здесь проходила граница примерно, то есть уже часть Европы она занимала. То, что началось после основания РГО, эти все исследования происходили гораздо большей интенсивностью, достаточно сказать, что за полвека с 1845 по 1900 год произведено 1300 экспедиции по территории России, можете представить такое количество, это десятки экспедиции каждый год. Экспедиции требовали огромных ресурсов, денег, это все было дорогостоящим предприятием, помните, тогда не было ни самолетов, ни автомобилей, поезда только появлялись, тогда соединяли только Москву с Петербургом, другие ветки только начинали строиться, вот, поэтому везде приходилось добираться, на лошадях, это было долго, длительно, а по пустынным местностям путешествовали на верблюдах. Вот Александр Медендорф, еще один припалтийский немец, значит, также известен своими исследованиями в основном Сибири. Тут как красным показаны нитки его маршрутов. Эрс Гофман, еще один немец, руководитель первой экспедиции, первой масштабной экспедиции сообщества на Северный Урал. Уральские горы, как вы знаете, разделяют Европу и Азию, и Северный Урал, точка, где Урал переходит, уже спускается к Северному Ледовитому океану. Именно в этот район отправилась экспедиция, и высшую точку этих гор, Северного Урала, Гофман назвал Константинов камень, в честь, как легко догадаться, представителя общества Константина Николаевича, сына Николая I. Вот вы видите тут на краскарту портрет Гофмана и местных жителей. Геннадий Неверской, выдающийся наш адмирал, также член русского географического общества, он первым установил, что Сахалин, этот вот самый большой ныне российский остров, он почти тысячи километров с севера на юг, и что этот остров не соединяется с сушей, как считалось ранее, даже такое простое сведение на самом деле тогда еще не было точно установлено. Вот его маршруты, это естественно не единственное его достижение, но такое наиболее яркое. Карл Берр, выдающийся энтомолог, то есть специалист по насекомым, ботаник, биолог, и также один из основателей РГО, как видно по имени, тоже еще один прибалтийский демец. Вообще тут я должен два слова сказать о том, почему наше общество называется русским. Популярная такая ошибка, многие называют нас российским географическим обществом, это не так, мы именно русское, и так хотели отцы-основатели РГО, среди которых была добрая половина немцев, граждан России, потому что они хотели, чтобы не только были представлены европейские, может, европейские лучшие умы у нас, но и собственный класс русских ученых, молодых ученых, он тоже взращивался и появлялся на свет, и действительно это так и произошло. Василий Строва, еще один немец, очень известная личность, как астроном, географ, как геодезист, здесь показана красной линией часть его знаменитой дуги Струга, один из основателей РГО, также он знаменит тем, что основал Полковскую обсерваторию в Петербурге, первую обсерваторию в России для наблюдения за космосом и космическими телами. Так вот, для чего он эту дугу сделал, она на самом деле еще дальше продолжается, она идет вот туда, на север, на Шпицберген переходит для того, чтобы измерить кривизну земного шара. Как вы, возможно, знаете, земной шар, он не является круглым, он имеет форму геоида, то есть так, сплюснутого на полюсах шара, именно увеличенную этой сплюснутости, то, что диаметр между полюсами примерно на 40 км меньше, чем какой-то реальный диаметр установил Василий Струба. И эта точная форма, она была измерена с великой степенью точности. Вот, кстати говоря, это Пауковская обсерватория, которую он основал, это фрагмент картины 19 века, в 1839 году основана, и там работал Алексей Тиллоу, еще один иностранец, приглашенный для работы на русскую корону, но на этот раз он не немец, а француз был. И этот Алексей Тиллоу, выдающийся геодезист, топограф, то есть человек, который измеряет высоты и составляет карты местности, видите, он в военной форме, потому что это, конечно, прежде всего нужно в армии было для составления планов сражений и военных компаний. Так вот, Алексей Тиллоу был членом РГО, руководителем картографической комиссии общества, и именно под его руководством была составлена, вот видите, справа, она первая гипсометрическая карта европейской части России, гипсометрическая, то есть карта высот. Сейчас мы это называем топографической картой, в принципе, это почти одно и то же. А вот то, что было раньше, видите, до Тилло, слева, черно-белое, это из атласа Карла Блейзера, еще одного немецкого ученого, картографа, по которому учились еще вплоть до середины 19 века. И здесь, на этой карте указано совсем другое, если ее увеличить и в более детальном виде дать, тут видны параллельные гряды, идущие от Урала, вот Урал белый, видите, Урал, до Каска идет, и вот Балтика, вот от Урала до Балтики такие две идут гряды, одна до Балтики, одна юга до Карпасских гор. Вот так, такие были представления о географии России в середине 19 века. Ну вот благодаря телу, его карта была потом много лет дорабатывалась, и наконец в 1790 году она была издана, вот благодаря ему, который измерил 52 тысячи точек, представляете, 52 тысячи точек он измерил, все из них соединил линиями, измерил высоты каждой этой точки, измерил углы между этими точками, и таким образом построил вместе со своей командой вот такую точную очень карту европейской части России до сих пор она практически не меняется. Можно ее принять за современную карту. Вот на юге видите, тут такие темные гряды, это Кавказский Требет и Закавказская Нагорье. Вот Урал, вот тут такая дуга, это Карпатские горы. Вот и видите, что внутри европейской части России никаких гряд нет, есть отдельные более высокие места, такие локальные возвышенности, есть более низкие места, но никаких гряд в помине. Это установил тело, за что получил высшую награду общества Константиновскую медаль, названную в честь того же Константина. Идем дальше, Людвиг Шварц, еще один немец, руководитель первой сибирской экспедиции общества. сибирь, видите, Абакан это к западу от Байкала, вот Байкал, видите, окружен белыми квадратиками, и Абакан практически в середине Сибири находится, и вот от Абакана до Тихого океана вся эта территория была густо покрыта экспедиционными отрядами, подчинявшимися Людвигу Шварцу. Шесть лет продолжалась эта экспедиция с 1849 до 55 годы, даже почти семь лет, вот, и за эту экспедицию он также получил лучшую награду. Она изучила большую часть Восточной Сибири, нанесла на карту, собрала образцы горы, фауны, собрала геологические образцы тонны, коны этих образцов привезены были в музей в Петербурге прежде всего, где находилась тогда штаб-квартира РГО, и до сих пор они там лежат, в русском музее, это был наш базовый музей, в Эрмитаже, так что будете там и обязательно увидите что-то из коллекции РГО, что там до сих пор хранится. Густав Раде, еще один немец, член РГО, он как раз был единственным членом общества, который так и не выучил русский язык. Он до конца жизни издавал все свои сочинения на немецком языке, по-русски общался очень плохо, но зато он замечательен тем, что исследовал Кавказ, видите, вот если те, кто с Кавказом знаком, слева Черное море на западе, на востоке Каспий, вот между ними, вот эти вот черные линии, это не дороги, как можно подумать, а это маршруты Густава Рады. он пешком, на своих ногах, исходил много, много раз, весь Кавказ вдоль и поперек, составил описание языков народов Кавказа, а там, вы знаете, там один из сложнейших в мире районов по разнообразию, по сложности языков, сотни языков там существует на небольшом пространстве, особенно в Дагестане, очень много, но и в других местах также. Изучил растительность, изучил животный мир, можно сказать, что географы прошлого, 19 века, были большими мастерами на все руки, они могли одновременно сделать то, на что сейчас нужен целый штат специалистов разных специальностей, они могли и зарисовку местности сделать, и геологические образцы отобрать, и снять показания метеоприборов, измерить расход воды, и собрать гербарий, писать латинские названия, это все мог сделать один человек в то время. То есть были люди широко образованные, учились в лучших европейских университетах и в московском университете в дальнейшем. Так что знания были очень велики. Григорий Потанин, еще один исследователь, и тут уже мы переходим к азиатскому этапу изучения природы. Видите, Тяньшань, пустыня Гоби, пустыня Аллашань, вплоть до Китая. Нужно сказать, что экспедиции Рыго не ограничивались территорией России, выходили за ее пределы. Вот этот знак, это болото, те, кто знаком с контурными картами, этот знак, точечки, это пустыня. Вот тут у нас за болото, за пустыней, и вот горные, центральная Азия, там, где сходятся несколько горных систем, Памир, Тяньшань, Гендукуш, это вот самое сложное для изучения район, все эти системы разного происхождения, да, и туда очень трудно добраться, и там живут достаточно, жили в то время достаточно воинственные люди, или наоборот, никто не жил, что тоже плохо, негде было взять пропитание, не у кого, и, соответственно, все это были очень тяжелые многолетние экспедиции, которые, в которых некоторые из участников заболевали и даже погибали, но, тем не менее, все они были доведены до конца. Он, Григорий Потайин, один из тех, кто как раз совершил несколько экспедиций в центральную Азию. Петр Кропоткин, еще один выдающийся муж российский, он известен как политик, и даже в царское время был заточен в тюрьму, как основатель движения анархистов, но, еще прежде, он стал известен как выдающийся географ, один из авторов теории оледенения, то, что мы сейчас знаем как ледниковый перил, этим мы обязаны как раз Петру Кропоткину, член сибирского отдела РГО. Также было много очень ссыльных, которые трудились на благо российской географии и русского географического общества. в частности Польша, о которой я упоминал, где были восстания. Польша входила в состав Российской империи, поднимала периодически восстания, особенно польские студенты, естественно, как все, как любая молодежь, они были особенно недовольны жить под метом чужой страны, поэтому против империи они устраивали восстания, царское правительство восстания подавляло, а студентов отправляло в Сибирь, как и декабристы в своих собственных. И вот была целая прияда польских ученых, которые в Сибири нашли себя и изучали, особенно если они до того в Польше, в Варшаве, они если учили географические науки, естественные науки, то в Сибири они это продолжали. Вот Александр Чекановский, один из выдающихся таких ученых, получивший награды русского географического общества. Вот видите, тут его маршруты также по всей Восточной Сибири. Венедикт Дебовский, Виктор Готлевский, еще двое поляков исследовали прежде всего Байкал, народы, жившие там и флору, фауну Байкала. Но самым известным из этой пленяды стал Ян Черский, или как мы его называем Иван Черский. Он исследовал горные системы Сибири и в честь него названы аж две горных системы сейчас на современной карте России. Одна Кребет Черского, одна горная система Черского на северо-востоке Сибири и одна Кребет Черского к востоку от Байкала. Вот, Кребет Черского. И вот тут он на фотографии он стоит со своей женой, которая была выдающейся совершенно женщиной. Когда Черский во время экспедиции умер, жена решила, то есть уже вдова Черского, она решила продолжить его экспедицию и все деньги, которые собрали его коллеги-ученые и передали ей, чтобы она жила безбедно до конца жизни. Она их все до копейки отправила на продолжение экспедиции, на возвращение домой, на перевозку всех образцов в Петербург и на их дальнейшую обработку. Николай Николаевич Миклуха-Маклай, еще один выдающийся деятель русского географического общества, известен тем, что 20 лет путешествовал в районе Новой Гвинеи и близлежащих островов и Австралии и Индокитая. Вот тут его паршруты указаны и, естественно, он оставил около 700 рисунков, которые сейчас хранятся в основном у нас в архивах РГО в Петербурге и в архивах Института Этнологии и Антропологии Российской Академии Минал. Петр Петрович Семенов Тяньшаньский наш, пожалуй, самый известный член общества 41 год стоявший во главе кавалер высшего ордена Российской империи ордена Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед страной и народом. В частности, он провел первую перепись населения России когда этим занимался РГО. Он почему стал Тяньшаньским потому что он открыл горная система Тяньшань имеет не вулканическое а совсем другое метаморфическое происхождение не связано с вулканической деятельностью как считалось до него. Также он был выдающимся собирателем. Вот здесь вы видите фрагмент его коллекции насекомых которая насчитывала 700 тысяч экземпляров. Когда он успевал все сделать понять понять невозможно но он был действительно совершенно титаном а не человеком. Были другие люди тоже активно помогавшие деятельности общества в частности из числа священнослужителей Архимандрит Кафаров мы знаем как Палладий те из вас кто хоть как-то знаком с китайским языком знают что до сих пор используется у нас система транскрипции называемая система Палладия так она названа именно в честь этого человека он был также почетным членом русского географического общества и путешествуя в Китай он составил первый известный нам словарь китайско-русский вот он здесь вы его видите изданный в Пекине в конце 19 века Григорий Дэвалан еще один деятель путешествовавший в Таиланд но я сейчас не буду останавливаться времени у нас не так много Александр Ваейков климатолог также изучавший связь климата и почв был первым ученым который понял пришел к закономерности о том что почвы они просто зависят от геологии от того что лежит внизу но также они очень сильно зависят от климата и он составлял карты распространения чернозема вы видите допустим не только в России но и в Индии путешествовал по всему миру но и сам большин водородом как климатолог стал двухтомный труд климата земного шара за которым получил также высшую награду Николай Михайлович Пржевальский это имя знакомое многим из вас самый известный путешественник русского географического общества и пожалуй всей России за свои четыре экспедиции вот видите тут слева их даты и маршруты он прошел 33 с лишним тысячи километров можете себе представить то есть практически обоконул земной шар и все это на лошадях на вергудах и пешком то есть достаточно медленно передвигаясь при этом он собрал десятки тонн образцов все это передвину было в Россию он изучил огромную территорию Средней Азии прежде всего пустынную полупустынную вот и составил руководство о том как путешествовать по Азии как изучать природу Азии открыл метеостанции основал и много чего полезного сделать для развития географии так Николай Северцев я уже не буду когда отглавляться на каждом достаточно бегло пройдусь по наиболее ярким страницам общества которые еще не осветил Алексей Фетченко те из вас кто интересуется горами возможно это ими знают потому что в честь него в честь Фетченко назван крупнейшие ледни которые находятся в России находятся в Средней Азии который находился на тот момент в составе Российской империи сейчас уже нет это уже на территории других государств он находится вот жил он совсем короткую жизнь прожил меньше 30 лет как вы видите умер 29 лет это был несчастный случай он погиб на Монблане в Альпах высочайшей европейской вершине но он там тоже изучал ледники но к сожалению не все в этот раз сложилось удачно но произвел титаническую совершенно работу видите какие карты раньше составляли даже это не карта такая схема было все очень понятно и названия нанесены и обычно раньше картографы и географы старались значками показать что было понятно даже непосвященным что именно здесь находится и где какие формы рельефа Василий Ашанин его коллега и как раз именно он продолжил назвать ледник в честь Веченка вот здесь вы видите этот самый ледник совершенно масштабное зрелище видите такое 700 квадратных километров он занимает по мере крупнейший ледник один из крупнейших ледников все это безусловно почетные члены общества почему я о них рассказываю Иван Машкетов один из еще одних титанов мысли который воспитал много поколений биографов известен тем что открыл мискер минералов на юге Урала составил первую биологическую карту Куркестана так называлась эта территория и сейчас находится Узбекистан Таджикистан Куркменистан и Тиргизия тогда сейчас это называется сейчас они так называются раньше это называлось Туркестан делился он условно восточный и западный Туркестан именно карту Туркестана биологическую составил первым Иван Машкет Михаил Певцов именно он после гибели Пржевальского в начале своего пятого путешествия он подхватил упавшее знамя возглавил экспедицию которая должна была стартовать под руководством Пржевальского и провел ее по Центральной Азии она покрыла тоже несколько тысяч тысяч километров как вы видите он звание офицера главного штаба потому что тогда многие географы они были не только учеными но и свои доклады они отправляли в главный штаб армии обычно они делали два экземпляра докладов один был более научный другой такой более как мы сейчас сказали политический геополитический где они описывали нравы привычки местных народов их вооружения и прочие особенности Владимир Обручев Владимир Фанасьевич Обручев который был достаточно популярен у советских советских молодежи как писатель фантаст сейчас его меньше знают но он известен в первую очередь как геолог и географ также был лауреатом нескольких наград русского географического общества вот видите даже медали его имени есть здесь вот она в центре минерала изображена и также он он издал несколько основополагающих трудов по геологии советского союза тогда в то время страна называлась Григорий Фимч Грум Грум Грежемайла с таким трудноприносимым названием с двойной фамилией Лавек но совершенно необычайных талантов один из наших лучших выдающихся деятелей также удостоенный многих наград общества он известен как специалист по многим направлениям как исследователь природы рельефа животного растительного мира и также как совершенно превосходный иллюстратор здесь вы видите его собственные рисунки из его книгников это бабочки и насекомые и растения вот совершенно блестящие рисунки которые можно выставлять как отдельные картины все вот Роборовский еще один разведчик помимо Пожевальского Певцова и других Козлова вот также он составлял донесение в двух экземплярах штаб-квартиру РГО и главный штаб-квартиру тоже в конце 19 века велась активное изучение Средней Азии Гамбажаб Цибиков здесь вы видите Тибет и его столица Ухаса один из самых закрытых городов мира куда иностранцу проникнуть было практически невозможно в то время а Гамбажаб Цибиков это удалось это был деятель гурятского отделения русского географического общества и как раз общество отрядило его в эту экспедицию под видом буддийского монаха он проник в Ухасу и два года там жил и делал чуть больше года там жил и делал описание монастырей привычек тибетцев и географических особенностей местности и впоследствии его заметки опубликовал такой журнал как National Geographic сейчас всем известный тогда он был на грани банкротства именно заметки Цибикова и его уникальные фотографии спасли журнал от разорения и именно с тех пор журнал стал тем чем он стал более более ориентированным на фотографии на иллюстративный ряд чем на простой текст началом это он положил наш амбажар Цибиков гулятор член географического общества Николай Коржаневский еще один известный исследователь видите тоже карта какая у него красочная центрально-азиатских гор и ледников он известен совершенно своей самоотверженной преданностью географии и науки достаточно сказать что прибыв в Центральную Азию будучи туда распределенным молодым ученым географом он обнаружил что на вокзале его никто не встретил и там тут же к нему подошли какие-то люди и обманом украли у него весь багаж и все деньги вот и когда у него потом отец у него спросил как ты добрался до места он сказал все отлично все хорошо меня приняли хорошо устроили хорошо есть небольшая мелочь лишился багажа и денег но это не важно самое главное что у меня очень работа интересная и все хорошо у меня в жизни такие люди служили РГО в то время Петр Козлов еще один разведчик он известен тем что на территории современной Монголии обнаружил в пустыне обнаружил занесенный песками город Харахота который там несколько столетий пробыл под этими песками вот он его отрыл его экспедиция отрыла и нашла там много находок это были книги это была посуда это была одежда какие-то украшения местного населения которое там жило еще в средние века все это было привезено в Петербург и вот первая выставка русского географического общества как раз состоялась в 1909 году она была на ней были представлены находки экспедиции Петра Козлова из Харахота Николай Юркинс выдающийся исследователь полярный наш исследователь основатель первой метеостанции на севере России Степан Макаров адмирал который командовал первым первым бедоколом вы знаете что русское географическое общество причастно к созданию бедокольного флота первый бедокольный вход в мире появился в России а в России он появился благодаря именно нашим деятелям в частности у Степана Макарова адмирала Степана Макарова который командовал плаванием первого ледокола названного им Ермак плавание было на севере России к земле Франца и Лосифа от Архангельска Карл Богданович исследовал Камчатку прежде всего и Восток России Сергей Минзлов но на нем сейчас не буду останавливаться Владимир Арсеньев Владимир Хабаров наиболее почитаемый там географ исследователь который всю Сурийскую тайгу вдоль и поперег исходил а широкий публик он известен как автор книг адресу узала реально существовавшем проводнике вот по этим местам Борис Веркинский последний деятель о котором я скажу дореволюционного этапа ему мы обязаны последним большим открытием человечества предпоследнее это было тоже сделано специалистами русского географического общества это был континент Антарктида о чем я говорил 1820 год а последнее состоялось почти 100 лет спустя в 1913 году тоже недавно отмечали юбилей несколько лет назад в 100-летие был открыт архипелаг северная земля вот он к северу от Таймыра никем засели не посещенный не исследованный никому не известный и вот здесь исторический момент уже появилась фотография в то время момент когда экспедиция Бориса Вилькинского за это получившего высшую набору общества нашего поднимает императорский российский флаг над вновь открытым архипелагом северной земля тогда он ее назвал земля Николая II но впоследствии через несколько лет произошла революция и она была переименована в северную землю дальше была революция был период большой когда общество не занималось экспедицией вообще было не до этого первое время потом появились другие организации появилась Академия наук которая занималась исследованием севера глав техническими исследованиями прокладкой дорог всем что нужно было но вот общество снова проявило себя во время Второй мировой войны 75 лет победы в которой мы будем скоро отмечать через три дня общество проявило себя с самой лучшей стороны естественный интерес к географам в 1941 году резко возрос в связи с чем прежде всего конечно в связи с с картами потому что без карт невозможно было вести войну полноценно карты нужны были войскам всех видов и прежде всего конечно сухопутным войскам карты местности карты рельефа также они были нужны и военно-воздушным силам это прежде всего карты погоды карты облаков и прогностические карты также всем другим видам войск они были как воздух нужны но не только карты да кстати говоря о картах вот вы видите тут карту Ладожского озера крупнейшее озеро России по площади через него проходила дорога жизни как вы возможно слышали в Петербург в Ленинград который тогда тысячу дней находился в кольце немецких войск в кольце блокады и был отрезан от всех видов снабжения и задыхался без продовольствия без медикаментов без много чего другого единственной ниточкой которая его связывала с большой землей была дорога по Ладожскому озеру летом это было невозможно оно было открыто на лодках на судах нельзя было проникнуть потому что все это обстреливалось но зимой в зимнее время по льду Ладожского озера дорога была была она имела место называлась дорога жизни кстати говоря не только дорога еще был проложен кабель назывался кабель жизни и поэтому кабелю как раз мощным ушло питание электропитание тоже жизненно важное для многих служб Ленинграда в то время для больниц и других учреждений и именно прокладку и дороги жизни и кабели жизни она проходила при большом большую помощь членов РГО вот это видите слева карта контр-ландожского озера можно узнать и это карта замерзания как написано схема замерзания Ладожского озера тут замерзание по месяцам по дням по клубинам и перечислено указано и когда на эту карту накладывалась карта расположения немецких войск соответственно карта обстреливаемости так называемой то есть дохода достигали их пушки и другие орудия и это все накладывалось и с учетом этих двух факторов выбиралась оптимальная дорога так чтобы она была максимально далеко от обстрела от линии обстрела и так же чтобы под ней был максимально толстый лед было меньше шансов что машина провалится и вот по этим двум факторам выбиралась эта дорога и соответственно по ней шли грузовики какие-то из них проваливались под лед какие-то потому что они были очень тяжело окруженные какие-то все-таки попадали под обстрел но часть доходила до Ленинграда и привозила столь нужное оборудование удовольствие и лекарств а также вы видите в том же Ленинграде вообще общество развернуло деятельность почему в Ленинграде потому что штаб-квартира исторически находилась в Петербурге столица Российской империи потом так она и осталась в Ленинграде даже когда столицу перенесли в Москву наши исторические штаб-квартиры и наши фонды до сих пор находятся там вот видите еще одно чем занимались биографы РГО в годы войны поскольку все страдали от нехватки не только еды но и витаминов они учили население добывать витамины из подручных средств то есть из хвои сосновой геловой хвои как подбрать правильно хвоинки в которых содержат витамин С как их обрабатывать как из них получать настой отвар который содержит жизненно важный витамин эту инструкцию которая была развешена по Ленинграду составили члены как раз русского географического общества и здесь вы видите наверху уже из более поздних лет войны план Берлина этот план с небольшими доработками 45-го года был использован он даже содержит пометки лично главнокомандующего Иосифа Сталина он использовался советскими войсками при штурме Берлина план в условиях блокады члены географического общества несколько месяцев составляли используя в качестве основы старые карты и накладывая на них новую информацию которая у них была и также потом в 45-м году данные были уточнены данными аэрофотосъемки то есть то что советские самолеты разведчики пролетая над Берлином обнаружили и сняли на фотокамеры это было была эта карта допугана но за основу именно была положена та карта которую сделали члены географического общества и именно она использовалась при штурме Берлина в мае 45-го года вот так после войны история общества уже не содержит каких-то особо ярких страниц но в последние годы начиная с 2009 года когда у нас у кого с обществом пришел Сергей Шайду министр МЧС в то время сейчас министр обороны России у нас резко активизировалась деятельность общества привез попечительский совет который дает немалые деньги на деятельность восклавил этот совет президент России Владимир Путин благодаря этому мы имеем возможность проводить много разных проектов вот вы видите один из наших проектов самая красивая страна фотоконкурс в котором может принять участие каждый желающий как в России так и за рубежом но главное что снимок присылаемый на конкурс должен быть сделан на территории России это единственное условие потому что самая красивая страна это как легко догадаться Россия диктант географический диктант тоже наш другой популярный конкурс но для этого ехать никуда не нужно можно пройти его на месте потому что уже 106 странах или 107 странах этот диктант проводится то есть больше чем в половине стран мира осенью этого года будет опять диктант наверное число стран опять выдастся вот так то что о чем я хотел вам рассказать если есть какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу так ребята вы можете как всегда либо включать микрофон либо написать в чате но быстрее наверное через микрофон задать вопросы Кирилл спасибо большое но такая масса информации особенно вот про этих про путешественников про открытие мне кажется по каждому путешественнику нужно делать отдельную встречу потому что это понятно не укладывается такое количество такая масса моя задача моя задача не была чтобы люди запомнили каждую деталь которую я говорил что-то из них что-то из этого отложится в голове а то что нет будет интерес посмотреть благо это сейчас просто сделать у нас на сайте РГО очень много информации выложено так что если хотя бы какой-то интерес будет я вас уверяю что у меня на пустом месте никто не пожалеет если покопается и найдет что-то там интересное то это уже хорошо значит уже цель достигнута ну я думаю ребята уже заходили на сайт потому что у нас Дмитрий говорил о фенологической сети Элина Пикуровская говорила о молодежных клубах то есть мы знакомы с вашим географическим обществом довольно-таки так уже близко да это хорошо да и сегодня конечно такой-такой объем ребята вы пожалуйста задавайте вопросы я знаю что вы у меня такие активные но чего-то сегодня притихли потому что у нас сегодня не совсем хорошее начало было вот но если есть какие-то вопросы вы пожалуйста спрашивайте если вопросов нет то вы можете это обдумать и потом написать как всегда мне на почту или куда-то там вопросы и мы в принципе зададим я связь поддерживаю с русским я отвечу да потом могу в дистанционном режиме ответить с удовольствием конечно спасибо большое ну что нет вопросов не слышу все микрофоны выключили давайте включайте появляйтесь спасибо большое пишут нет спасибо вопросов нет да в чате ребята пишут я вижу да понятно что нужно осмыслить эту информацию да Елена участвовали участвовали священнослужители не так много но вот Архимандрит Палладий был не не единственным были и другие ну и более подробно расскажу в следующий раз сейчас уже наверное нет вот 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 Продолжение следует...